Визуальная вся эстетика, вся визуальная составляющая имеет огромное значение для всех проектов, потому что каждый проект для меня ассоциируется с определенной картинкой, с определенным состоянием и ощущением души, безусловно. А так как я визуал, мое ощущение как раз проходит через картинку, через образ, через явление этого образа и в нашей жизни. Если говорить про сруб, то, безусловно, картинка даже превалирует, образы превалируют над музыкой, поэтому визуальная составляющая здесь играет огромное значение. Это часто бывает с текстами сруба, когда мне люди говорят «я слышу это» или «я вижу какой-нибудь пост в социальных сетях, где текст совершенно другой». Это нормально, потому что каждый слышит что-то свое, видимо, а относительно текстов я никогда не советовался ни с кем. Я даже с собой не советовался, потому что я думаю, что это какой-то сигнал, который идет откуда-то из некоторого мира сущности, доходит до моего сознания. И мне север Валентин, проект Лихолесия на днях говорит «Игорь, ты же визионер, ты просто транслируешь это через себя в мир». Может быть, так оно и есть, я где-то соглашусь, я не думаю о текстах, тексты приходят сами. Я не люблю называть их текстами, слова-песен, тексты появляются на музыку. Обычно появляется музыка, я пишу музыку, потом я записываю вокал, и затем уже готовая композиция доходит до слушателя, доходит и до ребят. Они это разбирают, и мы это играем. И обычно альбом складывается из всех песен, которые готовы. Тоже все просто. Например, набирается определенное количество, 9. Мне нравится этот формат, 9. Я люблю нумерологию, люблю, когда что-то восходит в определенные цифры. 9 – это идеальная цифра. Есть люди, которые настолько эстеты в плане полной дискографии групп, коллекционеры, которым нужно, чтобы все было по полочкам. У нас огромная проблема с тем, что электронные издания альбомов и альбомы на физических носителях абсолютно разные. То есть появляется электронное издание, в электронном формате появляется альбом в сети. Буквально через определенное количество времени выходит альбом на физическом носителе. Но так как физика сейчас догоняет, как вот у Джорджа Мартина книги догоняют, там, сериал всем известный, так же у сруба физика догоняет электронный формат. И получается, что до сих пор физический носитель не догнал электронный. Выходит сначала песню в электронном формате, а потом какая-то компиляция того, что есть, выходила на физике. Я записываю все дома. Я не люблю студии, я не люблю то, что делают у нас с музыкой в городе, на студиях. Причем я знаю отличных звукорежиссеров, которые работают вживую, выкладываются и знают свое дело, и вживую делают отличный звук. Но в студии почему-то я ни разу не слышал какую-то работу, чтобы я был доволен этой работой местных звукорежиссеров. Не в обиду местных звукорежиссеров. Это правильно академически, это правильно как-то вот именно по ремеслу звукорежиссуры. Но вот именно погружение в нужный формат звука, его не происходит. И поэтому часто я вижу работы своих знакомых, музыкантов, друзей. Я им говорю, вы вживую звучите великолепно. То, что вы сделали на диске, на студии, это же абсолютно не то, что нужно вам. Ну это как я же опять же слышу, но они соглашаются часто со мной. Может быть потому, что они не прорабатывают до конца уже на выходе материал. Он находит их уже после буквально появления уже, когда там... Это же деньги, безусловно. Это большие деньги. Поэтому сруб это настолько формат. Да и другие проекты, в которые практически ничего никогда не вкладывалось. Только душа. Я бы с удовольствием открыл свою собственную студию звукозаписи. Приглашал бы хороших людей. Приглашил бы даже не себя, как звукорежиссера, потому что я все равно считаю себя в этом неким профаном. То есть да, у меня есть чувство того, что нужно мне, но это скорее всего именно академически и профессионально будет не то, что нужно многим. Так что здесь все очень субъективно. И говорить о том, что это верный формат для кого-то. Для кого-то и тот звук, который есть сейчас в Новосибирске, в студии звукозаписи, их вполне устраивает. И устраивает многих других. То есть это мое личное мнение, что я не могу идти этим путем сейчас. Если бы была студия со своей звукозаписи, то меня домашняя звукозапись устраивает. Вполне. Несколько песен сруба, например, «Черная весна», «Всем языки развяжет заря» — это песни, которые написал не я, написал их Костя, музыкальную составляющую, наш гитарист. Это тоже чудесные песни, которые нравятся и мне, и нравятся кому-то еще, я уверен. Может быть, мы не останавливаемся на этом, ребята. Я не хочу, чтобы они останавливались. Есть песня Германа, до которой мы пока еще не дошли в плане реализации полной, но есть проект, и над этим работаем. Так что в целом ребята чувствуют сруб так, как нужно. Ребята понимают, что нужно срубу. Но при этом я всегда говорил, что тот же постпанк — это инструмент. По сути, и вот был шаг в сторону прогрессивного рока. Это тоже инструмент любой стиль. Я вообще не люблю стили, жанры и теги. Стараюсь всячески от этого абстрагироваться. Но если мне удобно, я просто беру данный стиль как инструмент и делаю песни. Я всегда хотел топорного звучания, всегда хотел простого звучания. Сейчас появилось желание усложнять звучание. Это нормально. Я очень жду и хочу, у меня, не знаю, моя внутренняя лень какая-то не позволяет мне доехать до Севера. Проект Лихолесия — это культовый проект. С нами Север сейчас едет в Москву и в Петербург с Лихолесием. Я думаю, это будет чудесно. Я вижу уже отвлек от людей, которые... Север уже ездил в Москву, но это скорее было что-то такое подпольное. Сейчас это будет большой концерт. Я ни в коем случае не говорю, что это там саппорт или разогрев. Он наш специальный гость, он мой друг. И я уверен, что это будет чудесно. Я вижу как раз отлики, что люди говорят, нужно идти. Нужно идти не ради сруба. Пошел этот сруб Лихолесия, вот на что нужно идти. Это резонно. Это очень круто. Тем более, что последний альбом у него выходил в 2008 году. И сейчас выходит новый. То есть для меня это непостижимое количество лет, когда происходит полный вакуум, полное ожидание нового материала. У меня это обычно пара дней, когда не между альбомами, а между там трек появился, песня записана, нужно явить ее. Валентин Северман подходит очень скрупулезно к этому. Это здорово. Антон Кораблев, проект сейчас, его существующий проект, это великолепный публицист, во-первых. Во-вторых, это Шварценгеризейшн, Анжелс Даст Дилерс проекты. Там прям такой вот карпентеровский хоррор синт. Очень здорово ребята это все делают. Но у нас, ну уже работали с ним мы в рамках Brandy Kills, были совместные работы с Шварценгеризейшн. И сейчас мы хотим дойти до нового какого-то совместного проекта, но опять же, может быть время, может быть там желание, как-то вот пока нам не позволяют. То есть желание есть, времени нет. И возможности, вот, это важно. Мы так долго уже пытаемся дойти до процесса, наконец, появления официального видео с РУП. Очень долго. При том, что у нас есть те возможности это сделать. Есть люди, которые буквально говорят, приходи и давай снимать. Мы так уже несколько лет, именно лет и зим пропустили. Помимо того, что мы думали, все, вот на следующих выходных мы едем, снимаем клип, у нас там есть сценарий, у нас есть люди, у нас там есть все, что нам нужно. Есть великолепные гримеры. Не доходим почему-то до этого. Сейчас хочется что-то сделать на последний альбом, на что-то из последнего альбома, потому что тот материал, который появился сейчас, он мне, естественно, гораздо ближе, потому что это гораздо актуальнее для меня самого, актуальнее для моего мира ощущения. Может быть, Ересь, может быть, Нетронь. То есть какие-то из последних композиций. Наша музыка развивается. Мне бы хотелось бы так думать. Хочется так думать. Вот на последних альбомах, на последнем альбоме, на последнем EP был, я уже говорил, заметный шаг в сторону прогрессивного рока, в сторону психофолка. Если раньше это был только... Появились какие-то акустические гитары, появилось какое-то вот желание уже отойти от... Мне вообще очень не нравится то, что сруб и новая русская волна постпанка слились в одном порыве. Сейчас уже не так беспокоит, как раньше, но раньше мне это прям не давало покоя, потому что я не вижу общей идеи всего этого. Если говорить про общую идею локация появления, если говорить про общую идею как раз жанр музыки, может быть, да, но как раз именно идеи общей в этом нет. Не на чуть. Если бы я самостоятельно устраивал какой-то фестиваль, его концепция заключалась бы, наверное, все-таки в поиске какого-то природного себя, и это была бы какая-то лесная музыка, безусловно. Если говорить про сруб, то есть если назвать кого-то, играть со срубом, ну вот сейчас Лихолесия, опять же наш новосибирский проект великолепный. Если говорить в принципе про всю какую-то музыкальную составляющую страны, Теодор Бастард, великолепная команда, Ньют Лэнд. Ну то есть это какая-то более фолковая музыка. Если говорить про какие-то фестивали, мы съездили на фолк Самый Фест этим летом. Это чудеснейшая атмосфера. Я такой атмосферы не видел ни на одном фестивале, чтобы вообще она присутствовала. Ощущение бесконечного добра, бесконечной дружбы, бесконечного единения всех и вся. Может быть, больше какие-то темные европейские фестивали бы нравились мне в этом плане, в плане общей идеи, общей ценности. Какие-то Dark Wave фестивали, возможно. Ближайшие концерты сруба, это будут, в Новосибирске, это будут, скорее всего, заключительные для Новосибирска концерты. Это 5 ноября Air Club, 13 ноября Акустику мы делаем в трубе. Далее 1 декабря Санкт-Петербург опера, 2 декабря Вольта, Москва. Скорее всего, следующие концерты сруба весной. Мы повторим Москву-Петербург. Может быть, появятся новые города за Уралом. Я... Скорее всего, сруба будет в разы меньше по эту сторону Урала в ближайшее время, может быть, в ближайшие годы. Спасибо сайту Другой НСК и ВиАй Продакшн за возможность явить себя, и мы ждем каждого из вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова